Добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые друзья, добрый день, уважаемые подписчики, добрый день все те, кому интересна не тривиальная программа с самыми лучшими не просто спикерами, а и людьми. Это программа «Вопреки», меня зовут Иванов Константин, и, друзья мои, мы ждали этого момента, я все-таки дождался, пока он вернется, потому что он здесь сегодня, завтра он уже там, послезавтра он уже преподает в Испании. Дмитрий Владимирович Мельников, кандидат наук, доцент кафедропластической хирургии Сеченского университета, заведующий отделение реконструктивной пластической хирургии, и вообще у этого человека настолько много регалий, но вы его все прекрасно знаете, потому что человек ведет активную жизнь. Дмитрий Владимирович Мельников, кандидат наук, кандидат наук, кандидат наук, кандидат наук. Дмитрий Владимирович Мельников, кандидат наук, кандидат наук. Дмитрий Владимирович Мельников, кандидат наук, кандидат наук. Дмитрий Владимирович Мельников, 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 кандидат наук. хирургии. Дим, я рад тебя видеть. Я уже в очередной раз говорю то, что мы давно знакомы, здесь не будет вот этого какого-то фамильярности, то, что Константин Павлович, Дмитрий Владимирович, поэтому спасибо, что нашел время. У нас в основном все такие спикеры, знаешь, когда времени нету. И я тебе хочу, знаешь, первое, что сказать, я хочу тебя поздравить. На самом деле, быть преподавателем европейского уровня, это круто. Но это круто. Вот мы это прекрасно понимаем и для медицинского сообщества я хочу подчеркнуть, что это не просто статус и какие-то определенные регалии, это действительно признание медицинского сообщества. Это очень важно, это очень нужно, и это круто. Ты подавляющее большинство времени занимаешься пластикой груди, причем я сразу хочу подчеркнуть не просто эстетической, хотя мы про это уже умеется, мне важнее, конечно, понятие реконструктивное, потому что те моменты, которые делаешь ты, я диву зачастую даюсь, почему-то вообще, в принципе, берешься за эти операции. У нас с тобой было не одно интервью, и в рамках программы медицины будущего и так далее. Скажи мне, пожалуйста, вот ты уже стал большим экспертом, большого международного уровня. Хирургия за 10 лет меняется? Ну да, и да, и нет. Меняются пациенты, меняется концепция вообще хирургическая, то есть изменения, они постоянно происходят, не какой-то статичный процесс. Меняется все, и 10 лет на самом деле достаточно, кажется, немного, но вот так ты начинаешь анализировать, что было 10 лет назад, и это довольно большой отрезок. И сейчас мир, он настолько быстрый, что, мне кажется, каждые 2-3 года что-то меняется. И, конечно, вот за этим всем наблюдать и быть на острие, это очень важно для любого, да не только специалиста, мне кажется, для любого человека, который занимается какой-то профессиональной деятельностью. Привет, кстати. Да, привет, привет, кстати. Слушай, я смотрю на твоих совершенно великолепных девушек вокруг, начиная, естественно, с самой красивой супруги, которая у Димы, поэтому я должен это подчеркнуть, потому что у Димы такой, что сразу открываешь, думаешь, вот живет, гад, а. Поэтому, и, ты знаешь, я вот хочу сказать, одна крашит другой, безусловно, и ты знаешь, оценить работу мне, наверное, чуть проще, чем другим людям. Но, опять же, это вот, ты знаешь, мы только что как раз с твоим другом общались, и вот с позицией эстетики, как у тебя это выглядит, как профессионал? Потому что я, ты знаешь, вижу это практически как картину, нравится, не нравится. А как это происходит у тебя? Слушай, а на самом деле это очень правильно, нужно воспринимать, что бы то ни было, на уровне нравится, не нравится. Это маленькое отведение, у нас, я познакомился перед Новым годом с известным пианистом, он, к сожалению, заканчивает карьеру Никита Танканозов, совершенно шикарно играет на фортепиано, и мне довелось попасть на такой небольшой приватный концерт, как раз с Александром Витальевичем были. Я далек от музыки, то есть я сидел с открытым ртом, у меня он играл на Чайковскую, еще что-то, и я к нему подошел и говорю, слушай, ну это просто великолепно, хотя я не понимаю нюансов. Я оцениваю это исключительно на уровне ощущения. Я говорю, слушай, ну это самое правильное, когда ты оцениваешь искусство, или что бы то ни было, оценивать на уровне ощущения, это, наверное, самое верное с точки зрения вообще восприятия. Конечно, когда ты специалист, ты понимаешь какие-то детали и нюансы и прочее, 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 но все равно, если мы говорим об эстетике, эстетических вещах, мне как специалисту важны механизмы достижения этих эстетических вещей, но крайне важно, чтобы это была красивая картинка. Потому что зачастую в эстетической хирургии бывает наоборот. Люди очень подкованы технически, и вот они, знаешь, там нос делают или грудь делают суперидеально, по канонам, по учебнику, все вот прям правильно, а не красиво. А не получается. Некрасиво. Получается, но некрасиво. Потому что, понимаешь, красота, она же не только в том, что у тебя там все симметрично, идеально ровно и так далее. Красота это в том, насколько это гармонично, подходит это человеку или не подходит. Насколько даже где-то какая-то асимметрия есть, она может дать определенное восприятие красоты. Ты знаешь, к этому и хотел подвести, потому что когда мы с тобой записывали, приличное время, кстати, уже прошло другую нашу программу, я почему-то тогда не задал вопрос. Я вот сейчас до этого глушкой этот вопрос задал, потому что когда я учился в медицинском университете, у меня была мысль идти в пластику. Я тебе тогда об этом не говорил. Но мне сказали такую историю, так у тебя как с рисованием? Я говорю, никак. У тебя делать тут нечего. Я думаю, ну ладно, тогда кардиолог. Я про что? Я как раз искусство-то очень даже люблю и немножко даже в этом разбираюсь. Ты знаешь, я вот вспоминаю сразу Леонардо да Винчи, и когда вот эти истории про симметрию, но ее не существует в природе, по факту, симметрии. И как раз мне какая-то асимметрия, то, что ты говоришь, мне зачастую это нравится намного больше, чем абсолютная симметрия. Слушай, на эту тему есть офигенная теория у Дениса Симачева. Мы там супер дружим и периодически собираемся в такой узкой компании где-нибудь там вечером посидеть и пообщаться, и как раз поговорить об искусстве, о музыке, о творчестве. И там Денис, с моей точки зрения, один из, наверное, таких остающихся на волне дизайнеров. И он действительно для меня, он делал какие-то очень клевые вещи, и мы сотрудничаем. То есть, ну прям такая хорошая, плодотворная дружба. И у него есть концепция, что вот это золотое сечение, которое описал Да Винчи, если оно есть, тебе это нравится. Твой мозг воспринимает вот это наличие золотого сечения как нечто приятное. Там есть исследовательная тема и так далее. Нет, оно есть, Дима, оно совершенно точно есть, потому что золотое сечение – это одна из основ фотографии, в частности. Оно, безусловно, как бы есть. Но как это мозг воспринимает, вот в этом большой вопрос. Если оно есть, то мозг это воспринимает как нечто приятное и красивое. А если его нет, даже что-то симметричное и так далее, то мозг воспринимает это иначе Вопрос в том, что, слушай, естественно, когда ты планируешь операцию, ты не думаешь вот такой Как мне сделать так, чтобы тут было золотое сечение? Нет, это просто есть, идет или нет То же самое, слушай, в эстетике очень жесткое понимание почерка То есть я, например, не верю в конкуренцию между хирургами эстетическими Потому что даже у моих учеников свой почерк, отличный от меня Есть какие-то общие вещи, но тем не менее работы немножко отличаются А каких-то других людей из других школ у них просто принципиальный другой почерк Поэтому, когда выбирают эстетического хирурга и эстетические работы Я всегда говорю пациентам, смотрите на то, что получается Вы не можете прийти к человеку, у которого один почерк и поставить требование сделать так, как делает кто-то другой Это просто человек по-другому заточен, то есть он видит по-другому Это как раз тот самый уровень искусства Но, знаешь, я честно против такого слишком большого отождествления пластической хирургии с искусством Потому что это все равно все-таки медицина и хирургия Медицина это априори искусство, Гиппократ еще сказал Абсолютно, это искусство врачевания Я здесь абсолютно согласен с тобой И искусство постановки диагноза и выбора оптимального метода лечения И это абсолютно работает в пластической хирургии в том числе Я имею в виду искусство в плане, знаешь, там, хирург это художник, да, ну, хорош Ну, то есть, как бы хирург, это такое клише идиотское, на котором очень многие ездят Когда, знаешь, вот это, фотки хирургов в гипсе Они, значит, руки, как он что-то лепит Ну, камон, это не так работает Ты в первую очередь должен быть хорошим доктором Должен очень четко понимать и читать своего пациента Определять показания к операции И выбирать из огромного пула хирургических вмешательств, ну, как бы техник Выбирать оптимальную А уже потом, если у тебя получается делать красиво, вообще супер Слушай, я хочу пояснить, что все те люди, которые приходят на эту программу, вопреки Вы, кстати, додумайте, вопреки чему Я их не просто знаю как замечательных людей, как замечательных специалистов Я со многими из них постоянно работаю Я прекрасно знаю, как Дима оперирует Поэтому я совершенно точно говорю Мы ввели очень тяжелую пациентку, в том числе и с онкологией вместе У меня была своя задача, у Димы была своя задача И я знаю, как он не просто оперирует, но и как он к пациентам относится Это принципиально важно, потому что бывают великолепные хирурги Это большая проблема в нашей профессии в целом Бывают великолепные хирурги, но люди, я вам прямо скажу, такие говнюки, что еще поискать надо Только не называй фамилии Не буду называть фамилии, да, вы и так их знаете Дим, скажи, пожалуйста, меня знаешь, что еще заинтересовало? Все-таки вот ты выбрал реконструктивную пластическую хирургию, но вот мамология, да? Почему? Абдоминок пластика, я так понимаю, что ты уже не занимаешься или занимаешься тоже? Я делаю, как бы, я не могу сказать, что это там моя любимая операция И не то, что я выбрал, скорее, как бы это выбрало меня Потому что моя диссертация кандидатская была по фейслифтингу Но поскольку мой учитель Николай Олегович Миланов, он оперировал много молочной железы И ты был все время рядом и учился Плюс мы начали в те времена, он еще был жив, мы начали заниматься операциями Как раз микрохирургической реконструкции на новом формате Перфорантная лоскута и так далее, более сложный вариант И, ну, просто как-то это затянуло И ты начинаешь погружаться, ты начинаешь узнавать все больше и больше А, естественно, чем больше ты узнаешь, тем больше у тебя вопросов появляется И ты понимаешь, что уже там распыляться на что-то остальное Ну, ты начинаешь тогда существовать по верхам А хочется углубиться и действительно понять все нюансы Попытаться понять все нюансы и все детали Поэтому просто ты концентрируешься на груди А это такой пул проблем Как однажды сказал Старяковский Данил Львович Грудь кормит всех Это так Да, это очень гениальная фраза И можно такой кредит ему отдать в этом аспекте Грудь это очень большой объем всего Начиная от эстетики, кончая там онкологии и реконструкции И каждый пациент по большому счету уникален Собрать этот пазл в каждом конкретном случае Это очень нетривиальная задача Давай немножко коснемся технологий Коснемся как раз лоскутов Потому что ты великолепен абсолютно Вот поясни немножко по поводу дип-лоскутов И всех остальных тех реконструктивных вещей И микрососудистых Почему я говорю это принципиально важно Чтобы люди немножко поняли насколько это непростые операции Ну, не знаю, это сложно объяснить Суть в том, что как бы глобально два метода восстановления Когда отняли молочную железу Можно поставить имплант Это быстро и просто Но имплант, как и любое народное тело Имеет большое количество проблем И у онкологических пациентов особенно И чаще всего это приводит к большому количеству реопераций И плюс он холодный, неподвижный и так далее Можно использовать собственные ткани, если они есть Их можно перенести и слепить грудь из этих тканей Например, живот У большинства пациентов после 45-ти есть животик Особенно после беременности И если этот животик взять и перенести То по своей текстуре и ощущениям И теплоте и подвижности он очень похож на грудь И можно перенести и сделать собственно грудь идентичную и здоровой Но его нельзя просто взять и прилепить Для того, чтобы он жил, нужно сшить артерию и две вены Чаще всего две, одну мы шьем иногда Это очень тонкие сосуды Они диаметром зачастую меньше одного миллиметра И это микрохирургия Когда ты под микроскопом накладываешь эти трубочки Соединяешь То, что в простонародье называется водопроводчиками И микрохирурги зачастую называют себя водопроводчиками Потому что есть приток по артерии, отток по вене И чтобы эта конструкция работала У тебя должен быть непрерывный приток и отток То есть ты их соединил, снял клипсы У тебя пульсовая струя пошла Эти все сосуды застучали И в пересаженном этом лоскуте появляется жизнь Это абсолютно феноменальное ощущение Когда вот эта жизнь начинает биться И начинает кровить из всех сторон Ты понимаешь, что эта ткань становится живой То есть, по сути, это пересадка Это пересадка Знаешь, мне это понятно И моим пациентам это, знаешь, отчасти понятно Потому что, когда они лежат на коронарангиографии И когда мы ставим стенд Они же вот монитор этот видят И они видят, когда мы стенд ставим И вот он пошел кровоток Это очень круто, это очень красиво И слушай, я искренне получаю удовольствие Когда там выделяешь этот лоскут И ты изучаешь, что называется, инвиво Сосудистую анатомию Когда ты идешь по этому сосуду Там клепируешь веточки Смотришь, как у тебя этот кровоток перераспределяется Знаешь, там в институте были какие-то Абстрактные вещи Градиент перфузионного давления Ну, объясню, что абстрактные, конечно Не, ну слушай, это абстрактная история Я не люблю физику А тут у тебя вот есть сосуд Ты все веточки клепировал Он у тебя сильнее стучает Начал такой О, как работает Хорошо, что Дмитрий Владимирович Все-таки работает в пластической хирургии По поводу градиента давления Оставь это мне, пожалуй Окей, но ты просто видишь, как это работает То есть как у тебя этот перфузия начинает улучшаться Как он стучит сильнее и так далее И это прям очень прикольно Действительно, там часть профессии Которая меня до сих пор будоражит И каждый раз, буквально в понедельник я лоску забирал И ты прям получаешь из этого удовольствие Откуда ты берешь ткань? Вот за че, как правило Самый основной вариант – это живот Следующий по популярности Это, наверное, внутренняя поверхность бедер Потому что всегда есть вот эта зона Которую можно забрать И из нее создать грудь Сейчас мы сделали такую новаторскую операцию Вот я хотел спросить Это как раз пересадка То, что называется love handles Или вот эти бачка То есть с двух сторон забирается Там более сложная операция Потому что нужно удлинять сосудистую ножку Она тяжелее Но при этом Ну вот мы сделали ее успешно Она была первой в России И чем я очень горд Тем, что все команды мы собираемся Потому что это абсолютно командная хирургия То есть это не хирургия Там одного человека Который, знаешь, такой И жнец, и на дуде, и грец И все сделал Я там это очень не люблю И исключительно благодаря команде Возможно вообще делать такие операции Потому что Кто-то делает одну часть, кто-то другую часть Потом все вместе Это как оркестр У тебя хлоп И получается там определенная симфония Из твоих, наверное, последних операций Есть, ну давай прямо скажем Определенный хайп Конечно, это руки-базуки Понятно, что они произвели свой хайп Я честно думал Ты знаешь, у меня был какой-то момент Я когда размышлял про всю эту историю Ну, во-первых, первая мысль Ну, Господи, ну когда же эта история закончится Потому что мы с тобой помнишь Тогда обсуждали Несчастных девочек на Северном Кавказе Да И это проблема Она, кстати, по сей день остается Я совсем недавно там был На Северном Кавказе Эта проблема остается Да И вот этот товарищ Понятно, с этим синтолом проклятым Скажи, пожалуйста Почему ты решился вообще? Потому что риски, на самом деле Они не такие уж и простые Как многим показалось Ой, да что он там сделал? Знаешь, вот такие мнения были Слушай, рисков там много было Потому что когда ты оперируешь вазелин У тебя нет понятия слой То есть ты вообще не понимаешь, где ты находишься А, соответственно, ты можешь оперировать Оперировать, оперировать, оперировать Делать диссекцию И хлопать У тебя там артерия плечевая, например Ты получаешь профузное крыльчение Теряется конечность Или нервы крупные Там локтевое, лочевой нерв Соответственно, впадает функция конечная Учитывая, что он так или иначе Парень молодой Понятно, что ему руки нужны Операция была сложная Но, с другой стороны, мы набили Если можно так сказать Набрались определенного опыта На как раз вазелиновых историях С пациентками И в целом было понятно, чего ожидать Плюс мы очень-очень шли Аккуратно Степ-бай-степ Разделяя на несколько этапов То есть как бы Убирая сначала одну часть Потом другую Взвешивая риски Анализируя МРТ И так далее И так далее Поэтому, ну, слушай Вызовы это всегда интересно И всегда классно Когда к тебе приходят Какие-то нетривиальные истории Опять же, для меня Пластическая хирургия Как специальность Это умение Решать нестандартные вещи Потому что, если ты Решаешь стандартные вещи Ты, во-первых, теряешь Вот этот вот Ритм Специалиста Во-вторых, ну, ты просто Превращаешь Зарабатывателя Денег Чего делать, наверное, не надо Это не совсем правильно Ты знаешь Мы тогда с тобой подчеркивали И сейчас подчеркиваю Опять же Для простых пациентов Для обывателей Пластическая хирургия Очень для многих Ассоциируется с тем Что это эстетика Вот я опять же подчеркиваю Почему я акцентирую внимание Реконструктивная хирургия Это сложная хирургия И это Безусловно Имеет эстетический аспект Но на самом деле Это все-таки Больше, чем Некая просто Пластика в обиходе Кость, я с тобой не соглашусь Почему? А потому что Ну, ты как бы Обесцениваешь эстетические операции Давай так Эстетические Не правда, не правда Подожди Окей, может это так звучит для меня Но эстетические операции Они тоже очень сложные И я бы не разделял вообще Есть Очень сложные эстетические пациентки И простые реконструктивные И наоборот Я с тобой согласен Я просто, знаешь, к чему все это говорю То, что зачастую Многим кажется, что Это только ряд и пул пациентов Которые готовы потратить денег И сделать пластическую хирургию Это не так Это не так Я вот про что говорю Конечно Это зачастую те случаи После дичайшей травмы После пожара После онкологии Когда ты делаешь Реконструктивную хирургию И она является И реконструктивной И пластической То есть с точки зрения эстетики И Да, то есть ты делая Реконструктивную операцию Существенно повышаешь Качество жизни Я именно про это и говорю И женщина, у которой нет груди Она вынуждена носить Внешний протез Она может пойти на пляж Без чего И она может забыть о том, что Она может Ей нужна вот эта штука Которая выпадает Под ней все потеет Преет и так далее Но Но У эстетических пациентов Тоже меняется качество жизни И зачастую Это качество жизни Меняется В разы То есть ты делаешь Казалось бы К тебе приходит какая-нибудь Молодая мама Которая родила Троих детей Ей там 32 И у нее Стесняюсь Рехожу В балахонах А я еще молодая Я хочу Да, я хочу Почувствовать себя женщиной Я хочу быть сексуально Привлекательной И это Классное желание женщины И ты делаешь ей операцию Казалось бы Довольно простую И она к тебе приходит На осмотр через полгода И ты не узнаешь Свою пациентку Потому что ты видишь женщину Привлекательную Сексуальную Которая говорит Слушайте Я беременна пятым Потому что мой муж Меня увидел И он от меня не отходит Это круто Я спасаю свою семью И мое качество жизни Реально выросло Хотя казалось бы Ты сделал Ну просто поставил имплант Друзья мои Если у вас в стране Есть проблемы с демографией Обращайтесь к Мельникову Директору Владимировичу У нас есть статистика 10% пациенток В течение первого года После операции Беременеют Серьезно? Абсолютно Это докторская работа Дмитрия Владимировича Мельникова Дима Ну это потрясающе Слушай мы на самом деле Конечно Можем очень долго говорить О мамологии Но ты гуру Конечно в этом Абсолютно признанный Но поговорим Немножко о другом Потому что пластика На этом не заканчивается Пластическая хирургия Скажи пожалуйста Вот есть Так называемые Вот эти универсальные Пластические хирурги Твое отношение к ним Я уважаю своих Коллег и специалистов И у каждого Слушай У каждого свой путь Я для себя Это не принимаю И не понимаю Потому что Хотя возможно Это мои какие-то там Внутренние Я не знаю Зажимы Или костность Внутренняя Но я вижу что Если человеку Хватает работы В одной области И как я уже сказал в начале Он старается стремиться Стать лучшим Стремиться стать лучшим То зачем ему еще что-то Ну то есть Для меня В большинстве случаев Это наверное Желание просто Ну там опять же Это коммерческая история Стать более Финансово успешным Скажем так Ну то есть Зарабатывать больше денег Дим, ну смотри Ты И мне это по понятному Давай я за тебя даже подчеркну Я говорю Авторская программа Поэтому у меня есть свое мнение У меня есть свое мнение Как я это вижу Как я это вижу Понимаешь Да, с одной стороны Можно Все это увести За деньги Да Вот Но на самом деле Я же тебя вижу Я вижу как У тебя светятся глаза И то что это Абсолютно не наигранная история Я же вижу Как ты относишься к пациентам И так далее Что это Это твоя жизнь Нет, конечно, слушай Естественно Мы делаем то что Мы любим И невозможно без И я вот например Почему я тебе наверное По другому поставлю вопрос Я не представляю Если у нас В нашем кругу Есть самые лучшие Великолепные Таракальные хирурги Особенно вот в институте Где я работаю Есть там Абдоминальные хирурги Определенные онкологи Я не представляю Что у меня Таракальный хирург Уникальный Сделает Так же уникально Аорту Всю Не сделает Безусловно Хотя С другой стороны Есть примеры На самом деле Когда Обладая определенным Навыком Ты можешь В разных областях Качественно оперировать Одинаково И в этом смысле Я считаю Что пластическая хирургия Это вот Тот самый Консолидатор Или Та самая специальность Которая соединяет Разных специалистов Вот смотри Я возглавляю Сейчас В российском обществе Пластический хирург Секция микрохирургии В разных областях Медицины Ну да Грубо говоря Пожалуй соглашусь Чесницевая хирургия Дефект Вынесено Пол челюсти Нижний Вариант Пластины Реконструкции Или Малоберцовый Ауторосплантат Когда берется фрагмент Малоберцовой кости На сосудах И нужно понимать Как это работает То есть ты должен быть чуть-чуть Пластическим хирургом Забирается этот фрагмент Пришивается Делается остеосинтез Выводится Контрафорс И прочее Запускает сосуды Так же как я делаю С живота Запускается кровоток Это живая ткань Она работает гораздо лучше Чем любая кость Реконструктивная урология Реконструкция уретро Лучевым урологом И так далее И так далее Поэтому Специальность пластической хирургии Особенно реконструктивная часть Она поистине уникальна Ха-ха-ха-ха Хорош Хорош Даже добавить нечего Ну это правда Слушай Слушай Вот тогда Тогда к тебе тоже вопрос У одного пластического хирурга Я уже узнал Твое мнение Я только за например Сразу тебе скажу 5 лет обучения в ординаторе Что изменит? Вообще это гениально Я клянусь Ну то есть Куча там каких-то вопросов Было Когда приняли ординатуру И я знаю Как Наталья Евгеньевна Боролась за это И это единственная специальность Которая пятилетняя ординатура Речь идет про Наталью Евгеньевну Мантуру Главного пластического хирурга Я просто подчеркну и объясню Да, спасибо И Наталью Евгеньевну Мантуру Она ну просто Ты не представляешь насколько титанический труд был проделан Вообще ее вклад в специальности И опять же Это не потому что она там Начальник мой А потому что Я действительно уважаю этого человека И она действительно Очень много И наверное всю свою жизнь Кладет на развитие специальности И настолько искренне верящего человека в специальности Я там давно не встречал Я не знаю Может быть мой Первый учитель Николай Олегович Миланов Так же вот верил в то что он делает Но Совершенно фантастические усилия прикладываются Это Как раз вот представь то что я сказал Просто маленькое отведение Когда я сдавал экзамен в Дубай Так По пластической хирургии Это совсем недавно было Да, это год назад было Это Все То есть у тебя вопросы От Крайне фасциальных Врожденных Деформаций А-ля синдром Аперта или Крузона С лечением До Там я не знаю Холюс Вальгус То есть вообще все С урологией С травматологией С острой травмой Травматологической С ампутацией Просто все Дим Кисть Я-то с этим абсолютно согласен Я тебе скажу честно Сейчас секунду Подожди, подожди Я тебе знаешь почему это скажу Таких людей К сожалению Я тебе подчеркну Пока Я надеюсь что будет развиваться Мало Потому что ты во-первых сдавал экзамен на английском языке Я почти уверен Это все равно что экзамен Юсмайл по большому счету для терапевта Конечно Поэтому это дичайший труд Дело не в экзамене Я просто тебе привожу пример Почему этому нужно учить пять лет Потому что ну невозможно за два года Весь этот объем знаний вложить человека То есть в идеале человек пять лет обучился Вот он понял Челюсть на лицевая Кисть Детство Ожоги Там и так далее и так далее Онкология А дальше он начинает куда-то уходить В какую-то В какую-то более глубокую Специализацию Ну на каком этапе это происходит Потому что ему надо еще В конце Ну сколько там словно говорят Два года Пять лет То есть он заканчивает ординатуру пятилетнюю И в конце пятилетней ординатуры За это время Он говорит Мне очень интересно детство Я буду дальше заниматься детством Потому что например для меня дети Это табу табу Я не могу оперировать Для меня тоже А кто-то говорит Слушай мне нравится челюстная онкология Реконструкция челюстной области Я хочу этим заниматься Я пойду там В онкологический стационар Просто за этим Должно последовать Создание отделения Пластической хирургии В больницах Потому что Грубо говоря Как это работает Есть больница Я не знаю центр большой У ребят После торактомии На АКШ Не заживает грудина Они не сами должны Что-то делать Они позвонили Он кол Пластическим хирургам Сказали Ребят у нас тут проблемы Они пришли Посовещались Говорят ребят вот сюда И сказали ребят Со стерномидиастенитом Давайте-ка вы не к нам Поэтому Нет давайте-ка мы как раз Вы почистите И мы туда пересадим Там широчайшую мышцу На сосудах Во Поможет Реально спасем жизнь человека Это то как должно работать А у нас сейчас Перекосы Потому что те люди Которые Находятся на местах И сталкиваются с проблемами Когда нужна пластическая операция Реконструктивная Они пытаются Сами научиться А это очень сложно Это все равно Что я начну Химиотерапией заниматься Понимаешь как бы Это огромный пласт Я не могу это просто так По верхам изучить Поэтому в идеале Должны быть вот эти Сегменты Пластической отделения Пластической хирургии В каждой больнице Тогда уровень реконструкции Колоссально вырастет Ну наверное да Поглядим как оно будет Потому что одно дело Это идея Другое дело Это воплощение Я согласен Да Слушай смотри Громадное количество скандалов Я не могу обойти эту тему Я разумеется не буду трогать твоих коллег И моих коллег тоже Это уже Этическая сторона наша Но тем не менее Я отчасти понимаю Тех женщин Которые пострадали Процентов наверное В десяти В девяносто процентов Я даже сам сталкивался На самом деле У них У подавляющего большинства У самих психологические проблемы Они сами были К этим операциям Не готовы По каким-то причинам Как отсеивать этих пациенток Ну это умение Навыки Общения с пациентами И выявления На этапе консультации Того Насколько они пограничны Здесь даже вопрос Слушай Пластическая хирургия Это не то что не психологическая Это не психологическая проблема Это так называемые Завышенные ожидания Когда пациентка Рисует себе в голове Определенную картинку Того как она хочет Чтобы выглядело ее тело И как она хочет Чтобы изменилась Ее жизнь Я правильно понимаю Что она уже спланировала Наперед То есть она такая Это как раз то о чем я тебе говорю То есть невозможно Мужчину удержать Только грудью Ты можешь удержать Мужчину Если ты сама изменилась После операции И стала привлекательнее В целом Сама грудь Она может на каком-то Очень коротком этапе Быть таким элементом Сохранения семьи Например Если с тобой Не происходит Трансформация Ничего не поможет Никакая пластическая операция Это важно понимать И если вот эти завышенные ожидания Ты их не поймал На этапе консультации А уж боже упаси Если ты человеку Условно Я прошу прощения за слово Впарил Ненужную операцию А к сожалению Этим как раз и грешат Наши коллеги Потому что все таки Ну что скрывать Пластическая хирургия Это финансово Очень интересная область Поэтому зачастую людям Навязывают операции Которые не нужны Вот тогда Это супер опасная история И это вопрос не того Что как бы человек не готов Человек ты может Он просто не понимает Он все хочет там одно получить А ему грубо говоря Говорят тебе надо еще Вот это сделать Будет вообще классно А знаешь хирургия Не бывает такого Всегда есть две стороны медали Конечно Есть все супер получилось Есть что-то не получилось И человек должен четко понимать На какие риски он готов пойти А на какие он не готов пойти Если ей сказали Вообще никаких рисков нету А она такая Подождите А у меня вот тут проблемы А что такое И все И у человека как бы теряется Контакт с доктором А доктор в свою очередь Зачастую ведет себя там Ну не очень порядочно Не выходит на связь Пытается как-то отгородиться Поэтому это сложная Сложная проблема И с развитием специальности Таких пациентов С одной стороны будет больше С другой стороны При правильном образовании Качество будет все лучше и лучше И сейчас качество пластической хирургии В стране довольно высокое На самом деле Давай Коротко коснемся Темы Которой ты начал заниматься Пожалуй Один из немногих в нашей стране Она для меня была очень важна Поскольку Она пересекается еще С ревматологией Оторжение Трансплантант Ты имеешь в виду Безопасность имплант Да Да Слушай, ну Мне кажется Я где-то в похожей студии Сидел Рассказывал на эту тему Я в этом смысле Абсолютно откровенен Я всегда говорю о том Что силиконовые импланты Это инородные изделия У этих инородных изделий Условно Есть определенный срок службы Есть определенный Слушай, а сколько сразу Срок службы Его нет с точки зрения Знаешь, мы говорим о том Что там Кто-то Часто приходит пациент Говорит 10 лет Я говорю, слушайте, ну это так не работает Нет такого, что там 9 лет и 365 дней Все хорошо А на первый день Десятилетнего срока Он превращается в тыкву Ну нет, то есть так не работает Ну ты всегда можешь отмазаться Год просто високосный Да Не, ну то есть Есть просто износ импланта Как у любого инородного тела Как у виниров Как у клапанов сердца Как у клапанов Я не знаю там Протезов аорты То же самое Есть определенный износ Это не бесконечная история И надо просто следить за имплантами С определенной частотой Как в целом Надо следить за здоровьем груди С определенной частотой Потому что Есть гораздо более опасные вещи В молочной железе Нежели импланты Которые могут порваться Если порвался имплант Ничего страшного в этом нет Вовремя диагностирован Ты просто вынул Все почистил, поставил новую Все хорошо Это вообще не проблема Поэтому Просто тема имплантов Она очень такая Знаешь, она очень сладкая И все там обсасывают со всех сторон Она пытается там спекулировать Делать сенсации Слушай, но Пластическая хирургия Это отчасти спекуляция И так было, есть и будет Ну, слушай, я согласен Бессмысленно Это жанр свой По-своему Это свой жанр в медицине Да, ну, я вот Слушай, я по мере Своих возможностей И действительно У меня там есть Определенная аудитория В моих Там запрещенных Социальных сетях Я пытаюсь Заниматься Просветительской Деятельностью И образовывать Пациентов И уходить От вот этой вот Продажной истории То есть маркетинговой истории И рассказывать о том Что, слушайте Пусть из десяти человек Трое ко мне не придут На операцию Но они примут Это решение Осознанно взвесив Риски И это хорошо Потому что эти три человека Могли бы остаться Недовольны Если бы, условно Опять же, им эту операцию Продали Она им была не нужна Или они были не готовы К последствии Погнали! Три рубрики Одна из моих самых любимых Гори скорее проклятый жир Сейчас один наш товарищ Подцепил Он что-то Гори жир уже написал Поэтому я за тобой слежу Это моя тема Гори жир Мы с Димой как-то списались Он в очередной раз Десятку пробежал Я думаю, господи Какой псих Я там не просто Я умер на этой беговой дорожке У меня тут был, друзья, опыт Я побежал не десятку Которую я вот обычно там бегаю Со своими Так делать не надо Я сразу говорю Я тут пробежал 200 метров Дим, я чуть не умер Я пошел Я решил со своими С профессиональными ребятами Которые именно спринтеры Пробежать 200 метров Сотку я пробежал Среди трех Но когда этот чувак На 80 метрах Начал ускоряться Вот Я понял, что Это вообще кто Рядом со мной Я хочу сказать Дима Дико спортивный человек За тобой одно удовольствие Честно Мне еще эстетически Ты вот эстетикой занимаешься А мне эстетически За тобой приятно следить Как ты катаешься на доске И прививаешь этого сына Как ты, знаешь, деликатно Выкладываешь свой А там 8 кубиков Прямо Он такой Ну я даже не знаю Показывать вам Или не показывать Но, пожалуй, покажу На самом деле Это дико круто Тебе ведь в этом году У тебя будет юбилей Да Ты супер выглядишь На самом деле Это громадная гордость Современного поколения врачей Некоторых Которые выглядят классно И в том числе Показывают то, что В нашей практике тоже можно И классно жить И классно выглядеть И классно работать И в принципе мы Абсолютно нормальные люди Вот твое отношение Вот к этому К этой проблеме Я считаю Проблемой Проблемой Потому что Многие Как бы, знаешь Меня ожурят И говорят Да вообще это вовсе не проблема Это ты так видишь А нам так хорошо Давай так Мы едим гораздо больше Чем нам надо Это сто процентов Вообще сто процентов Я отравился Почти год назад И три дня Я не мог ничего есть Печенье как обычно Естественно Нет, на самом деле Было какое-то прям Пищевое отравление Жуткое Я там капельницу мне ставил То есть прям тяжелое И три дня Я вообще ничего не ел И не пил Чуть-чуть там попивал воду Электроэлектронные нарушения Но в итоге Я, как знаешь Осознал, что в принципе Можно не То есть Если ты не поешь три дня Ты не умрешь Я начал анализировать Сколько я ел И ем Несмотря на то, что я занимаюсь спортом Я понимаю, что мы реально едим Больше, чем нам надо Гораздо больше И вот эта вот история Слушай, эпидемия вот этих людей Которые тучные Когда там Живот и прочее, прочее, прочее Это вообще не про здоровье Реально не про здоровье И для меня там Спорт Это на самом деле Способ выглядеть нормально В свои сорок лет И чувствовать себя активно Потому что я хочу ощущать Слушай, я хочу Сесть на велосипед Проехать сто километров И не умереть Потому что там Определенный уровень удовольствия Красоты, эстетики И так далее, так далее Поэтому я тебя Максимально поддерживаю В твоем там начинании И это правильно Нужно говорить о том, что Ребят, слушайте В сорок лет выглядеть Там, обрюзшим Тучным человеком Это не круто Ну, я никого Опять же Я никого не хочу обидеть Разные ситуации бывают Есть болезни Есть гормональные нарушения Нет, мы сразу Нет, вот я вот здесь подчеркну Что все, что То, что связано с эндокринологией И так далее Мы исключаем этот момент Потому что первое Вы идете к врачу-эндокринологу Безусловно все эти вещи Не знаю, условно говоря Эценка Кушинга Исключаете А дальше это уже ваша история Просто многие Понимаешь Как-то все это стало меняться Я смотрю у современного поколения Я по своим детям это смотрю По твоим детям это смотрю Понимаешь, как-то Но это мы прививаем У многих я Это важно Но сейчас, на самом деле Слушай, у меня много пациентов Я не знаю, как бы У тебя много пациентов Очень сильно сбрасывают На, собственно, вот этом препарате Который сейчас в России зарегистрируется Еще один товарищ симоглутит Да Да, мы не будем говорить Можем, можем В покое-в покое говорить Не, не, официальное название Официальное не будем Да Их сейчас по... Российский есть уже аналог Короче, и Ты знаешь Вот у меня очень такое Специфическое отношение Я, на самом деле, считаю Что ничего плохого в этом нет Потому что Если люди Если это помогает людям Действительно Меньше есть Снижает уровень сахара Крови Если есть определенные показания Нарушение толерантности к глюкозе А Ну, согласитесь Я думаю, что у большинства Наших пациентов Дим, я поскольку Эта проблема занимается Я тем более того скажу Для нас Для кардиологов Диетологов И так далее Для нас это Симоглудит Он уже, на самом деле Препарат-то Относительно не новый Это у нас появился он Я тебе хочу сказать То, что для нас Это прорыв Для нас это реальный прорыв Я тем более того скажу Как и многие препараты Там из серии CGLT-2 Которые сейчас используются В эндокринологии Которые вошли в кардиологию И в нефрологию Так и это вошло То есть это прекрасно Потому что Что делать с лептином И глюкоголом Подобным пептином Как бы мы до этого Особо не знали Но мы сейчас не будем в это погружаться Да, у меня знаешь Как это Я же хирург Я разрезал Но я тебе хочу сказать Этим можно пользоваться Но только с позиции Когда ты можешь Перестроить свой разум Понимаешь в чем дело? А многие хотят Вот этот получить и все Абсолютно Который в том числе Мы можем получить в пластике А вот здесь не получим Всего всегда вопрос показаний Здесь вопрос как бы Ну Изменения образа жизни Если что-то может помочь Изменить образ жизни Почему нет? Ну я к чему говорю Вот вы спрашиваете зачастую Что тебя мотивирует? Вот я вам абсолютно честно Сейчас признаюсь Это такое Пусть это будет Именно в этой программе Меня мотивирует Господин Мельников Я вам серьезно говорю Я сяду в этом году на велосипед Я уже все Проболтался Я ловлю тебя на слове Вариантов нет Алексей Сергеевич безымянный Дмитрий Владимирович Мельников Вариантов у меня нету Поэтому Хорошая компания Хорошая компания Значит Меня мотивирует Безусловно Все те ребята Которые я бегаю Зачастую там у меня Ихранчик Понимаешь я вижу 45 летних Они выглядят как мальчишки Я думаю А почему я то не могу В конце то концов Вот И ряд других вещей И вот вы спрашиваете Может это мотивировать? Еще как может мотивировать? И еще как может заводить? Дальше выбор исключительно за вами Дим дальше Рубрика с которой в принципе У меня начинались Мои социальные сети Часть из них запрещенные стали Я везде и всюду Ты конечно повидал многое Я тоже знаешь такой думаю Так Мельников здесь был А я здесь еще не был Я себе тоже Сейчас дико сложнее стало конечно В этом плане Но Хочу услышать тебя Три места любимых в Москве В Москве И три места любимых в мире А мы можем называть Ресторан не называем Географические локации Это локации Слушай однозначно Это хамовники Просто однозначно Я обожаю хамовники Мне кажется это вообще Одно из лучших Это не пиво если что Да Но и пиво там тоже неплохое Справедливости ради Я очень люблю Крылатское Крылатское прям что-то такое там Довольно близкое И Серебряный Бор И Серебряный Бор Так Ну то есть вот северо-запад И хамовники Ну и теперь три места в мире Которые ты больше всего любишь Я обожаю Италию Сто процентов То есть куча мест и куча вообще Вариантов для туризма Для отдыха Для развития Разнообразия Для путешествий И всего остального Я очень люблю север Испании Это страна Баск Угу Потому что совершенно Это океан Это серфинг Это абсолютно фантастические виды Это безумная кулинария Я считаю Одна из лучших в мире Ну и третье наверное Я очень люблю Японию Я очень не люблю Азию Угу Я был в Японии наверное раза 4-5 Я учился в Японии И это наверное единственная Азия Которую я принимаю Потому что вся остальная Азия И Южная Корея Я не был в Южной Корее Может быть да Но мне кажется Япония Все равно немножечко другая Ну конечно Совершенно другая культура Просто все остальное в Азии Кроме Южной Кореи Все вот все что ниже Для меня грязно Очень много людей Очень Ну то есть вот для меня Япония Это то место где мне прям хорошо Хотя японцы 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 При всем своем гостеприимстве Когда ты начинаешь с ними общаться Глубже Они ребята очень закрытые И очень специфические Да То есть они вообще не такие классные, как кажется Ну и самое любимое Собственно говоря, от чего мы собирались Это Вредные советы От Дмитрия Владимировича Мельникова Дим Что нужно сделать, чтобы максимально растерять здоровье С точки зрения пластической хирургии, я скажу, как пластический хирург, первое, что надо сделать, чтобы максимально потерять здоровье и красоту, это вводить в себя какие-то не сертифицированные препараты с сомнительным происхождением, всякие вазелины, непонятные вещества, которые обещают мгновенный эффект. Второе, это совмещать операции. Чем больше операций, тем выше риск. Это желание сделать за одну операцию, за один наркоз. Десять операций, это прямой путь туда, куда нам очень сильно не хочется. И третье, это выбирать сомнительные места для проведения этих операций и докторов с сомнительной репутацией. Это тоже прямой путь к праотцам. Не лечитесь в барах. Это был Дмитрий Владимирович Мельников. Спасибо, Дим.